всем привет добро пожаловать на канал сегодня я поговорю с вами о ружье это ремингтон 870 помповое дробовое ружье гладкоствольный ствол 28 минчей у меня сегодня покажу вам как разобрать его для чистки и собрать обратно если вы помните в одном из моих предыдущих фильм видео я вам рассказывал про это ружье уже у меня это ружье два года использую для охоты на водоплавающих птиц пластиковое целье пластиковый приклад здесь есть резиновая прокладка которая понижает отдачу ружье можно использовать патронами начиная 2 и 3 четверти длиной и 2 и 3 четверти длину 3 инча и можно использовать три с половиной инча длину супер магнум патроны есть такие же модификации ружья который только на 3 инча в данном ружье магазин рассчитан на 5 патронов но у нас есть ограничили ограничитель который ограничивает магазин до трех патронов поскольку в канаде запрещено использовать больше чем три патрона при охоте на водоплавающих птиц есть также удлинители магазинов можно увеличить до 8 больше патронов вместо крышки магазина используется специальная специальный удлинитель и меняется пружина возврата также в таком случае не используется стопор пружинного возврата почему это важно важно если вы не знаете на если на вашем ружье есть стопор или нет когда вы снимаете крышку магазина желательно делать это аккуратно держа крышку магазина такое в таком положении что она не может улететь под давлением пружины с этой стороны пройдемся рычажок фиксатор цевья то что происходит если ружье заряжено и патрон уже стоит в стволе то невозможно просто так открыть затвор нужно нажать на фиксатор цевья и тогда возможно перезарядить сделано это в целой безопасности чтобы не было такого то чтобы при выстреле быть дернули рукой у вас открылся затвор под спусковым крючком предохранитель два положения это безопасно и опасно опасно можно посмотреть красная линия говорит то что можно использовать ружье то есть можно стрелять если сейчас нажму на курок но произойдет выстрел кстати после выстрела не нужно использовать фиксатор цевья свободно ходит чем удобно это ружье во первых оно очень надежно если за ним следить конечно же в отличие от полуавтоматов оно имеет меньше возможно место меньше шансов косички поскольку здесь меньше механики и больше ручной работы и также поскольку газы не используются для отвода затвора назад то вся энергия в патроне уходит на на то чтобы разогнать заряд вперед из-за того что это не полуавтомат все-таки а ручная ручное ружье патронов из расходуется гораздо меньше на полуавтомате сидя в засаде и под ридоналином просто прицелился и три патрона за секунду с этим нужно немножко больше времени поэтому патронов расходуется чуть чуть меньше заряжается ружье с нижней части патрон просто вставляется и пропихивается в магазин то чтобы разрядить нужно просто прожать все патроны через затвор ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал и вперед к разборке так для того чтобы начать разбирать ружье нужно открыть крышку магазина делать это нужно очень аккуратно потому что в некоторых ружьях может не использоваться 100 квадратных прижим и тогда если не держать крышку в магазине достаточно сильно она просто вылетит с прижимой наполовину откроем затвор и вытаскиваем сквозь снимаем цырье здесь нужно нажать обычно присоединяем на цырье затвор для того чтобы вытащить пружину можно использовать большую отвертку у меня хорошо пальцем получается просто вставить палец делать пол оборота вытаскивается пружина и стопор Вот специальная сборка ружья, так что у нас здесь есть. Сам ствол, цельё с направляющими, затвор, не помню как эта штука называется, пружина, возвратная пружина для магазина. Если вы используете ружьё для охоты, у нас на водоплавающих можно использовать только три патроны, само ружьё рассчитано на 5 патронов, используется вот такой ограничитель. Стоппер возвратной пружины, стоппер для патронов, крышка магазина и блок ружья. Достаточно легко можно вытащить пусковой крючок, для этого нужно сегодня подавить эти штифы, они достаточно легко выходят, не хочу сегодня это делать. В самом стволе есть так называемый чок. Чок меняет. Ни в коем случае не употребляйте и не стреляйте из ружья без чока, потому что повредится резьба, на которой чок сидит. Вы никогда не сможете вставить чок. То, что чок делает, если вы заметите, то он немного толще здесь, чем здесь. Получается он в конус привыкли, и это концентрированный дробь на расстоянии. Есть полный чок. Полный чок самый закрытый, значит дробь будет лететь дальше, более концентрированная. Это модифицированный чок. Он что-то посередине между полным чоком и открытым чоком. Есть совершенно открытый чок, то есть он полностью параллельный. В дробь выходит очень большой разброс. Поскольку мы используем ружье для охоты на водоплавающих, обычно стреляя на расстоянии 20-15 метров, я использую модифицированный чок. Хочу, чтобы дробь будет чуть-чуть дальше, чем с картинчоком. Есть вот такой вот ключ, чтобы доставать кучок. Как вы видели, для того чтобы он не должен сидеть очень крепко и можно достаточно просто пальцами достать. Слишком сильно не стоит закрывать, потому что... Зачистка ствола. Я использую такую змейку. Что тут происходит? Шнурок пропихивается сквозь дуло, сквозь ствол. Сюда немного растворителя. Здесь вот такие металлические щетки. И на этот конец немножко масла. И протягиваем сквозь ствол. Просто тянем. Просто тянем. Ствол чистый. Тейсмарин. Одним движением. обратная сборка так если заметить что на плаге тоже есть пазы они должны соответствовать мятинкам я вставляю иначе не пойдет вставили очень удобно то что ограничитель оранжевый когда заканчиваются патроны то просто видно оранжевый пластик и вы знаете что вы закончили патроны после этого после плага возрастная пружина и ограничитель и 100 приколы цевел немножко неудобный за камеры Затвор, отражатель патрона. Для того, чтобы вставить ствол обратно, нужно обратить внимание, что есть вот такой вот зазор, и он совпадает с планкой здесь внутри затвора, к сожалению, плохое освещение не видно. Затвор открыт и не используя силы, вставляем дуло внутри затвора, убеждаемся, что зазор и планк сошлись хорошо, и вручную закрываем крышку магазина. По окончании проверяем то, что ружье функциональное, несколько сущих выстрелов, и вуаля, ружье готово к употреблению. Субтитры создавал DimaTorzok